Всем привет! С вами Наталья на канале Сатэ Огар Крылый Год. И сегодня у меня на ужин сатэ. Сатэ из овощей, баклажан, кабачков и перца. Очень вкусно и очень полезно. Ну что ж, смотрим как его готовить. Для овощного сатэ я беру такие овощи, как перец, баклажаны, кабачок, томаты и лучок для вкуса. Ну что ж, все овощи я буду сейчас чистить и нарезать крупными кусками. Итак, я перерезала свои овощи вот такими вот крупными кусочками. Сколько же я беру овощей? Баклажаны, перец и кабачки я стараюсь брать в равных пропорциях. Ну вот как получается. Помидоры в два раза меньше, чем любые из этих овощей. Ну а лучок, как я сказала, один, так для вкуса. Лук можно брать, а можно и не брать. Итак, вы видите, что я нарезала много. И что я сейчас буду делать? Я буду смешивать кабачок, перец и баклажан. Но здесь у меня большая порция. Я сейчас смешаю и половину отделю, чтобы заморозить. И зимой я буду делать такое же сатэ, только оно у меня уже будет готовое, нарезанное. Буду доставать с морозилки. Итак, соединяю кабачок, перец и баклажан. Итак, я перемешала перец, баклажан и кабачок. Разделила на две части. Вот одна часть у меня уже в пакетике. И я сейчас уложу ее в морозилку. А другую часть вот на дечко выложила. Сюда же добавлю сейчас лучок и тоже перемешаю. Что делаю с помидорами? Помидоры у меня будут отдельно тушиться. Овощи я посолила, поперчила и обильно полила маслом. Вот видно. Перемешивать я не буду. Вот таким вот образом я сейчас помещу их в духовку. И они у меня будут выпекаться при 180 градусах. Когда они уже немножко станут мягче, я их перемешаю. Помидоры я буду тушить отдельно. То есть я вот сейчас вот в глиняную тарелочку обычно помещаю их. Помидоры нужно брать не сочные, толстостенные такие. В общем, поздней осенью вот в самый такой раз. Так вот, когда они уже пустят сок, потекут, так сказать, я их достану, вылью ту жидкость, что собралось. И тогда добавлю до нашего соте. Потому что если все это делать вместе, они будут дольше тушиться и будут очень водянистые. Ну, в общем, помидоры отдельно. Прошло 15 минут, как у меня запекается, видите. И сейчас я перемешаю. У меня такие вот уже овощи как бы привялены. Помидорчики я тоже добавлю. Солью жидкость, которая выделялась. И добавлю уже ко всем овощам. Вот мое соте. И соте уже и готово. Видите, ну сколько? Еще минут 20 оно у меня здесь в духовке находилось. Если вы хотите, чтобы меньше жидкости было. Вот я смотрю, у меня еще немножко есть. Можете еще минут 10 подержать. Ну, овощи уже готовы. Хорошо протушились. Не жарены, а именно в духовке. Я очень люблю такое соте. Готовьте себе на здоровье. А с вами была Наталья. Всем приятного аппетита!